В течение месяца я пытался следовать режиму интервального голодания. Ключевое слово «пытался». Возможно, вы уже слышали об этом тренде питания. Если нет, то это одно из самых радикальных движений, курсирующих по современной индустрии оздоровления. Вот уже 10 лет эта необычная форма ограничений заставляет людей выходить за рамки их собственных представлений о питании. Проще говоря, это отказ от завтрака, и на первый взгляд это вряд ли кажется испытанием. Это движение вобрало в себя много последователей, и зовут они себя Иггеры. На самом деле я не знаю, как они себя там кличут, но обзову их именно так. Итак, интервальное голодание а-ля контроль за временем питания – это вовсе не диета, а строгий режим приема пищи на ежедневной основе. То есть вы делите свой день на две части. В одной вы голодаете, в другой едите. Когда голодаешь, ты не ешь. Все просто. Один из самых популярных режимов питания в интервальном голодании, которому я следовал метод 16 на 8, означает, что я голодаю 16 часов и ем в течение 8. Еще раз, интервальное голодание не имеет общего с тем, что вы едите. Его фишка в том, когда вы едите. И сегодня сотни тысяч людей осознанно пропускают завтрак или едят позже изо дня в день. И это ли не повод задуматься зачем? Ответ прост – наука. И как показывают исследования, интервальное голодание способно снижать уровень инсулина, улучшать процессы сжигания жира, повышать уровень гормона роста и улучшать процессы клеточного восстановления. И опуская тот факт, что я не втыкаю и половины терминов, что назвал, я решил обратиться к спецам в этой области, чтобы заполнить пробелы. 400-летняя эволюция науки обитания научила нас считать колораж нашего рациона, количество углеводов, белков и жиров в нашей диете. И этим открытия не ограничились. Мы также узнали, что не только важно, что, но и когда мы едим. Исследование доктора Сачина Пенда показало, что режим питания 8-12 часов позволил сохранить здоровье лабораторным мышам, независимо от того, что им давали. Подобные ограничения также способны обращать спять хронические заболевания, помогая миллиардам людей на планете. Польза всего этого кажется довольно очевидной, и разве что-то может пойти не так. Чтобы лучше следить за моим челленджем, я буду использовать прогу под названием Zero. Возможно, лучшее приложение для интервального голодания. Просто да безобразие. Приятный дизайн, в ней есть статьи с исследованиями и разные гайды для обучения интервальному голоданию. Определенно порекомендую эту прошку, пока она меня не подводила. Ну давай, ништяк можно похавать. Довольно быстро мне стало очевидно, что интервальное голодание на практике, особенно метод 16 на 8, оказался куда сложнее, чем я предполагал. Такое расписание заставляет тебя скрупулезно планировать весь свой день. Собственно, на этом я вначале и погорел. Сегодня я не выполнил правила 16 часов, и это происходит уже во второй раз. Просто в один момент взял и психанул. Не спланировал вчера свой день как надо. Не учел, что сегодня надо будет сгонять по делам, что буду добираться туда полтора часа за рулем. В желудке пусто, а с утреца табу на завтрак. Дальше я осознал, что и мои обычные тренировки также не уживаются с моим новым режимом питания. Я только что пришел с качалки, и сегодня, как и предыдущие три дня, я ощутил спад моей энергии. Где-то в середине тренировки. В зал я пошел где-то в 11, что пошло вразрез с моим временем кормления. Временем кормления. Стремновато звучит. И поел около 12. Это хороший стресс для вашей мышцы, но загвоздка тут в том, какой смысл этой тренировки, если ты не закинул дровишек. То есть, когда я делал кардио, тягал тяжелые веса, я не чувствовал, что выкладываюсь до конца. Просто потому, что я ничего до этого не захавал. И это жестко тренить на пустой желудок. И тут я стал задумываться о перестройке моего тренировочного расписания, чтобы таких ситуевен не возникало в будущем. Также важно будет заметить, что интервальное голодание вовсе не означает полную отмену завтраку. Вы просто можете передвинуть его по времени и есть, скажем, с 8 утра до 4 вечера. Но лично для меня, да и для многих людей, о которых я читал и смотрел, это очень неудобно и негативно сказывается на твоей социальной активности по вечерам. И исходя из этого, я решил отказаться от завтрака. И тут же задался одним очень важным вопросом. Секундочку. А разве завтрак не самый главный прием пищи? Я обожаю эти яркие фруктовые триксы. Трикс! Ведь трикс – это полноценный завтрак. Еще с детства нас кормили идеей, что завтрак – это важно. Я надеюсь, вы не сильно удивитесь, если я скажу, что хлопья и вафля с сиропом не имеют ничего общего с полноценным завтраком. Так все же, нужен завтрак или нет? Миф это или умело закрепившаяся научная пропаганда. И, как оказалось, по-своему завтрак довольно-таки важен. Ну, прям важен, на самом деле. Исследования показывают, пропуская завтрак, вы рискуете набрать лишний вес. С порыва голода вы начнете делать ставку на вредные сныки и забывать про фрукты и овощи. Лучше на завтрак отдавать предпочтение белку. Раннее его потребление способно снижать тягу к углеводам, улучшать насыщение и в целом эффективно сгонять лишний вес. Короче говоря, окунувшись в эти исследовательские дебри, я был сбит с толку. Я сомневался, что интервальное голодание будет полезно мне в длительной перспективе. Как дополнение к моему распорядку, тут все сугубо индивидуально. Выборка действительно огромная, и 7 миллиардов людей на планете тому подтверждение. На одном что-то будет работать, на другом нет. В чем, собственно, и сложность. Нельзя просто прочитать об этом и понять, что оно тебе подходит. Ты должен будешь ставить эксперименты над собой, чтобы выяснить это. Я продолжил свой собственный эксперимент, настрой был хуже некуда. К 16-му дню я неожиданно потерял 2 килограмма. Подозреваю, что большинство людей наоборот нашли бы в этом виток позитива, но лично меня полностью устраивает мой вес. Одно время я прям страдал, чтобы набрать его, и когда я потерял 2 килограмма, это был некий звоночек, что вместе с уменьшением времени приемов, я также уменьшил общий ковараж моего рациона. Однажды у меня был очень загруженный день, и я только успел перехватить кофе с булкой, и разобравшись с этим овралом, я взглянул на часы, а там 19.30. У меня оставалось всего полчаса перед началом голодной фазы. Я с низкого старта рванул и затарил себе буррито, уплетая его за обе щеки, пока не стукнуло 8. И вот, когда мой эксперимент подходит к концу, я скажу, что да, есть минусы у этого режима. Тебе тяжело планировать социальную активность, ужины и напитки после 8 вечера. Но, честно говоря, мне даже понравилось это ощущение полуголода. И плюсом к этому, я обуздал свою тягу к быстрым перекусам. Точнее, снизил до двух таких снеков во время этой голодовки. Но боюсь избавиться от этого удовольствия, и я не смогу. И теперь я знаю, что это работает. Куча людей тому подтверждения с их бесчисленными блогами. Они говорят, что это полностью изменило их жизнь, но если говорить обо мне, по крайней мере, во время эксперимента по протоколу 16 на 8, мою жизнь это затронуло по негативной стороне. Все время выскакивали проблемы на пути, не говоря уже про семью, друзей и других людей из моей тусовки. И если прям по чесноку, интервальное голодание стало самой настоящей занозой в моей заднице. В итоге я прерывал голодание на 6 днях из 30. И тут дело не в том, что я забывал, а просто не хотел продолжать. Собственно, интервальное голодание не помогло мне не улучшить самочувствие, не повысить энергию и не облегчило мое житье. А скорее научило пониманию, что ты способен радоваться поражению. Когда ты доходишь до точки кипения, понимаешь, что максимально вложился в процесс, но это не приносит удовлетворения. Ты не видишь в этом ценности. Мне было в кайф нарушить табу. Но когда ты однажды пренебрегаешь правилами, подумай, зачем ты это делаешь. Но ты должен быть до конца честным с самим собой. Ты делаешь это потому, что тебе влом, или ты боишься. Может, у тебя плохой месяц или день выдался. Если то, что ты делаешь, не приносит удовольствия, пора задуматься об этом прямо сейчас. Это очень важно. Это ситуация, когда ты сталкиваешься с каким-то дерьмовым препятствием, ты воротишь от него носом и, скрипя зубами, продолжаешь двигаться вперед. Это часть жизни, процесса обучения. Чем больше ты получаешь опыта, тем больше ты понимаешь свой путь, цель и направление, в котором ты должен двигаться. Не знаю, поставлю ли я точку на интервальном голодании или нет. Нет, возможно, вернусь к нему однажды, но, скорее всего, в облегченной версии. Например, голодать буду 12 часов, или попробую циркадное голодание, учитывающее мои циркадные... ритмы. Но если говорить про этот 30-дневный эксперимент, я с уверенностью скажу, что я его провалил. И по правде говоря, не особо-то я и расстроился. Озвучено специально для паблика «Меняйся или сдохни». Ссылка на него будет в описании под этим видео. Продолжение следует...